Всем привет! С вами Нил Найт и мы находимся в игре Киллеры Инстинкты. Продолжаем проходить сюжетки за разных бойцов. И на очереди у нас с вами второй сезон получается. То есть мы с вами первые уже прошли и теперь начинается второй сезон. Мы пройдем за каждого бойца, посмотрим концовочки. Я надеюсь, что они будут похлеще, чем у бойцов первого сезона. Так, отправляемся. Так, что у нас там дальше-то? Сюжетик. Вот он наш как раз-таки сезон 2. Два соперники. Надо лить каждого соперника на пути к победе. Все, зашибись. Так, и первый боец у нас ТиДжей Комбо. Как раз-таки у него есть пройдите игру в режиме полного сюжета. Пройдите ультра комбо. Фулл гора в вершине. О, окей, окей, фулл гора. Можно будет сделать супер этот самый удар. Погоди, погоди-ка. Попадите полным автом запалм в каждого соперника и завершите сюжетный режим. Так, ладно, не знаю, это какая-то вещь очень сильно сложная. Мы с вами, наверное, выберем ультра комбо фулл гора. И отправляемся дальше. ТиДжей Комбо. Э, Стопензи, я хотел как раз-таки выбрать за него этот самый костюмчик. После 20 лет, как чемпион в мире, ТиДжей Комбо нестабильный. ТиДжей был спорен с годами победы, и готова делать все, чтобы остаться самым. Поэтому он секретно подкакал ультра-теки для ультро-сибернета. Если ультро-сибернета становятся знания, ТиДжей будет избран от ринг. Ультро-сибернета его вернула на верхнем. И он так же как ультро-сибернета. И тогда, когда ультра-теки наконец-то подпадает. Ультро-сибернета ультро-сибернета его новое оружие. Фулгор, робот-супер-сибернета, который мог эффективно поменять любого хима-комбатента. По качеству, что ультро-сибернета миллионы. Чтобы доказать фулгору-сибернета в мире, Ультро-сибернета ультро-сибернета между роботом и мира-сибернета, ТиДжей Комбо. Ультро-сибернета просто нужна единственная помощь от ТиДжей. Отпадай в борьбу. Елки-маталки. Он мне напоминает Джакса из Мортал Комбат. Прям вот сейчас был один в один. Короче говоря, он дрался... Как боксер. Для продолжения нажмите кнопку меню. Не, погоди-ка. Короче, что я хотел сказать? То, что если кто не успел прочитать, скажу такую вещь, то, что он дрался. Но потом как-то начал то ли сливать, то ли что такое. Ну, если я не ошибаюсь. В общем, он сделал себе импланты. То есть, вот эти руки металлические. И благодаря им оставался на вершине. То есть, своей карьеры. Ну, потом ультра-теч, получается, создали робота, да? Который, по идее, может заменить там бойцов. Все дела. Вот, в общем, короче говоря. И ТиДжею как бы предложили слить, что ли, бой перед этим роботом. Ну, что-то такое. Ладно, в общем, я сильно не буду застрять на этом внимание. Давайте как раз-таки отправимся. Я вообще хотел посмотреть все костюмы этого ТиДжея Комбо. Но у него, походу, их нет. Меня сразу отправили вот на этот ролик. И теперь мы можем как раз-таки приступить к прохождению. Оф, ты ж. Ну-ка, сей. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нифига себе. Да ну на. Ага. О, ничего себе. Ага. Все. Есть. 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 Я сделал ультракомбо. Я не знаю, конечно, это считается или нет. Или это какая-то разминка сейчас была. Почему мне прям сразу дали фулгора? Ладно, короче, я не знаю, в чем прикол. То есть я... Я почему-то сразу попал на фулгора. Я сделал ему ультракомбо. Все, зашибись. Все правильно. Значит, я выполнил задачу. Правильно? И это конец. В качестве наказания за победу в том бою ультра-трэш рассказывает всем о грязной игре Ти-Джей и вырезает у него импланты. Ти-Джей клянется отомстить и начинает охоту на прислужников ультра-тэч. А-а-а. Погоди-ка. Тихо-тихо. Ну ничего себе. Ну-ка си. Слушайте, а у него вырезали импланты? А он дерется даже хлещет. У него какие-то офигенные удары просто. А-а-а. Я убил ее. Черт возьми. Надо будет потом пересмотреть, в первом бою у него были руки железные или нет. Потому что почему-то в этом у него уж точно не железные. Ультра-трэш, которая также... А-а. Арчид, который также охотится на работников ультра-трэш, становится свидетелем одной из таких сцены и по ошибке принимает Ти-Джей за агента ультра-трэш. А-а-а. Как оно может по ошибке... Я не понимаю, как она может по ошибке принять его за агента ультра-трэш, если он дерется против ультра-трэш? Или может он дрался против этой женщины-паучихи? А-а-а. А она, наверное, тоже против ультра-трэш, и она решила, что... Она... Что типа он работник ультра-трэш. Я вообще не понимаю, о чем речь идет. Отправляемся просто тупо дальше. Тихо-тихо. Ну-ка-си. Я расправился с ней. Они же написали, типа, разберись в конце с ним. Так, тихо-тихо-тихо. До меня дошло. Сейчас расскажу. Есть. Так, хорошо. Мы начистили хлеба. Короче, сейчас я ей такую вещь расскажу. То, что они же написали, типа, сделай ультра... Ультра-комбо фулгоры в конце. То есть, как раз-таки, мы, получается, сделали ему в начале. То есть, это не считается. Нужно сделать именно в конце, когда он будет последним бойцом. То есть, ультра... Ой, не ультра-трэш, а этот фулгоры будет еще один. То есть, типа, как бы этот вариант был старый, фулгоры, а его, типа, потом доработают, он будет в новом костюме именно в конце. Вот оно что. Ладно, отправляемся дальше. Мы разобрались с Арчит. Ти-Джей вступает в бой с Арчит и убеждает ее, что он также является врагом ультра-трэш. Урчит, жаждет покончить с ультра-трэш, а потом соглашается помогать Ти-Джей до тех пор, пока их цели совпадут. Совпадут? Может быть, до тех пор, пока их цели не будут окончены. Ладно, в общем, не важно. Ох, ты ж спинул. Ублюдок. Давай вот так. Да тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот сволочь. Я хотел его перебить на другую сторону, а он не перебивается. Давайте бейте его. Нет-нет-нет-нет-нет. Экстрим-комбо. Вот так вот. Давай вот так тогда. Можно и вот так. А, я все-таки его вырубил. Но у него не так просто сделать с ультра-комбо. Поэтому я даже не знаю, смогу ли я сделать этому роботу в конце ультра-комбо. Просто тупо отправляемся дальше. А, блин, я же не прочитал. Пожарка спинала рассказывает всем, что ультра-теч занимается созданием нового типа суперсолдат. Терзаемые жаждой мести. Ти-джей наконец обнаруживает возможность уничтожения от ней, что такое, что имеет большую ценность для ультра-теч. А, он может уничтожить то, что большую ценность имеет для ультра-теч. То есть у него есть такая возможность. О, Финдер. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ну. Да куда ты там, черт возьми, делаешь, а? Сволочь. Да какого черта? Да нет, 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 нет. Ну реально, блин. Есть. Ну ничего себе. Ага. Он просто хлебальничек ему разнес. Вот чебят. Почему ты гад? Почему ты гад? Нажимаешь-то на кнопку select. Ну, если кто не знал, опять же говорю, я играю на джойстике на обычном. А вот такая тоже прикол, то, что я запустил этот джойстик через эмулятор джойстика Xbox 360. И игра думает, что я играю на джойстике Xbox 360. И только это единственный вариант, как поиграть на джойстике. На обычном. Если у вас есть конкретно джойстик Xbox, врубайте и играйте. Если у вас нету, ничего страшного. Эмулятор. Ладно, значит, в общем, короче, на select-то нажал, и он вот этот как раз-таки всякие штучки там, стоечки показывает. Так. Преданность киндер оказалась функцией. Он... А, подожди, подожди. Не понял. Короче, преданность киндер оказалась функцией. Он рассказывает местоположение лаборатории, в которой идет работа над суперсолдатами. Союзники отправляются к лаборатории. Арчит начинает разрабатывать собственный план. Я не понимаю прикол. Тут написано то, что преданность киндер, вот это вот тут супергероя, вот это, против которого мы сейчас дрались, а это функция такая. И в связи с этой функцией он рассказывает местоположение лаборатории. Так это у него функция или как? Она в него, типа, отказала или что? Тут даже не объясняется сам факт того, что что произошло-то, почему он рассказывает. У него функция такая. Преданность. А преданность подразумевает никому не говорить о местоположении. А он говорит. В общем, прикол полный. Я не понимаю, чуваки. Пишите в комментариях. Может, я что-то неправильно понял. Может, я где-то что-то недочитал. Но я не понимаю этого вообще никак. Ух ты ж. Ящер долбанный. Иди к черту. Так, тихо-тихо. Вот так. Давай будем делать. О, зашибись. Давай-давай-давай-давай. Отлично. Ну, типа, на силик нажимаешь? Ну, блин, я не успел. Я вам покажу сейчас в самом конце. Если успею. Ну, не, чё ты с... Не, ничё си ты. Да елки-маталки. Иди к черту. Да ты уже прекрати уже, а. Ну, вот так вот. Ладно, хорошо. Вот так вот. Ну, то есть я нажимаю, и он, типа, ты, юга-чет. Не успел я сделать. Я не знаю, как это показать. Нажимаешь на силик, они показывают интересные стоечки. Так, ладно, всё, прикольным. Победили этого ящера. Можем отправляться дальше. Ди-джей wanted to show диджей тяжелый. А, maybe then you'll be satisfied. But his fans and his titles are still gone. And Ultratech has barely a scratch. In the hatchery, Orchid finds data that reveals a crucial weakness in Ultratech's headquarters, the Pinnacle. The recent attacks on Ultratech have left their forces scattered and the Pinnacle vulnerable. If Orchid can break into their headquarters, she could broadcast Ultratech's secret projects to the public. But she needs a distraction to get past the Pinnacle's elite guards, the newly upgraded Fulgore Mark II. TJ never could say no to a rematch. Короче говоря, она пробралась в какое-то место Ultratech и начала показывать всему миру вроде как все их разработки или типа того. В общем, у них появился новый робот второго поколения. То есть, вот этот самый, как вот он, Fulgore второго поколения. И диджей, он, естественно, не может отказаться от матч-реванша с новой моделью этого робота. То есть, ему берем. Обязательно нужно начислить хлебала этому роботу. Так, подожди-ка, TJ и Арчит проникает на территорию вершины штаб-квартиры Ultratech. TJ ввязывается в бой со своим старым новым соперником, а Арчит ныряет в тень и приступает к реализации своего плана. Зашибись, отправляемся. Я так понимаю, сейчас будет битва против Fulgore. Мы обязательно должны сделать ему ультра-комбо или типа того. Все, отправляемся. О! Чувак! Да ладно? Есть. Да какого черта ты ему так себе позволяешь? Ага. На, сволочь. Сейчас я наберу себе, короче, энергию. Вот, нажимаешь на селик, он делает вот такую херню. Хе-ха-ха. Мудак. Ага. Есть. Давай, давай. А, дейнджер-дейнджер. Ну, не, ну, какого он черта, но я не сделала ему этот ультра-комбо. Ладно, у нас обломалась ультра-комбо. Ничего такого страшного. Все, по всей видимости, мы прошли за TJ Combo. Сейчас будет, наверное, какая-то офигенная вставочка. Слушайте, вот как раз-таки уже во втором сезоне вставочки похлеще. То есть, не какая-то там хернюшка, а вот именно такая более полноценная история. Все, сейчас, наверное, будет, наверное, видос какой-нибудь охеренно. Давайте посмотрим. Глядя на груду дымишься с танков-киборга у своих ногти, джейс задается вопросом, было ли это все, что может предложить ультра-тэч. Но это, оказывается, только начало. Слушайте, я не понял, а где хрена, охрененная вставочка? Я ожидал увидеть тут что-то, прямо такое офигенное кинцо, но кинца просто тупо нету. Тут какое-то просто тупо продолжение истории. Ну, значит, тогда отправляемся дальше. Это значит не все, это не конец. Извинись или умри, решай. Долбанный киборг. А, не, это просто робот. Есть. Есть. Ну, нет. тихо тихо ну ничего себе только нет ахер тебе у меня есть комбо брейкер нормально есть просто хлеббольничек в мясо как бы я не знаю это конец истории или нет ладно я не знаю что еще сказать тут не написано сколько боев провел а победы 8 серия без поражений 8 зашибись отправляемся дальше я использую но пина клеилл о соответствиис как все они fortели и здесь для охотности но теперь и и в о трезонах и грампанных правительственных правительствах. Но без физических доказательств, Ультра-Тек донесет обвинения. Удивление общества Ультра-Тек уничтожено. С ее в свободном поле, компания идет в твердое, чтобы избежать флэмов от крисы. В желании остаться коверным, Оркад позволяет Ти-Джей принимать кредит за обвинение Ультра-Тек. Он больше, чем счастлив, чтобы держать ее секретом. Ёлки-моталки, как много они наговорили всего. Получается примерно так. Они сражались против них, потом поняли, что их слишком много и решили сбежать. Им чудом удалось уйти целыми. В общем, короче, они вроде как... То ли это они рассказали всем, то ли нет. Но, в общем, акции компании Ультра-Теч упали. И им, чтобы остаться хоть как-то на плаву, то есть Ультра-Теч, они ушли в тень. Потому что все их деяния, которые они делали, они стали известны всем. Ну, что-то примерно такое. В общем, ладно. Не буду сильно застрять на этом внимание. Отправляемся дальше. Мы с вами какую-то небольшую картинку открыли. Между прочим, предыдущие картинки мы до конца так и не открыли. Просто потому, что я не доиграл все до конца. Я и не хочу, чуваки. Там просто-напросто мне некогда этим заниматься. Эта игрушка у меня так дополнительно идет. У меня просто другая. Другие игры отнимают много времени. Я не буду говорить, какие именно. Вообще, мы прошли всю историю ТиДжей Комбо. Сейчас отсюда выйдем куда-нибудь, я не знаю. Ну, вот сюда, например, выйдем на обычный рабочий стол. Или как? Не рабочий стол, а на обычную менюшку. И, в принципе, я могу сказать, что мы прошли историю за ТиДжей Комбо. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, на канал в Ютубе. Ставьте лайки и до встречи в следующих видосах. Всем пока-пока.